Спешите любить, и ныне стоят стремленья, Певилегии жить. Песня, которая в принципе может быть гимном 14 февраля, спешите любить, джукбокс трио в нашей студии. Прошу любить и жаловать, доброе утро. Здравствуйте. Когда же, как не сегодня? Когда, как не сегодня, спешите любить. Друзья, давайте мы вас познакомим в джукбокс трио по персоналям. Владимир у нас тут. Оу-е, здравствуйте. Оу-е, это Владимир. Илья. Привет. Привет. Вот сюда. Гарри, он же Игорь, привет. Это я, здравствуйте. Я бы смотрел на Леру, Илюха. Я бы смотрел на Леру. Ой, спасибо. У тебя самый удобный ракур. Смотри, как приятно. Собственно говоря, я этим и занимаюсь. Прости, Кирилл. Да, ну, я, наверное, даже расслабился немножко. На тебя смотрит Гарри, не расслабляйся. Ага, пристально. Как только ты расслабляешься, Володя начинает смотреть на Леру. Все, я теперь понял наши раскладухи. Ну, в общем, друзья, будем говорить в ближайший час с джукбокс трио. Много вопросиков хочется вам задать. Вы тоже, кстати, подключайтесь. В нашей группе ВКонтакте vk.com. Будет пост, вот прямо буквально через полторы минуты. В комментариях к нему можете задавать свои вопросы. Ну и начнем мы по традиции с той темы, которую обсуждали три часа до вас. Сегодня мы обсуждаем такие моменты. Находили ли вы что-то чужое и возвращали владельцу? Или вам что-то из потерянного возвращалось? Вот про себя могу сказать. Это Вов говорит, да. Про себя могу сказать следующее. Все, что мне приходит легко, то есть все, что я нахожу. Бывало такое, что я нашел в Сочи прямо перед стадионом Фишт 5000 рублей. Ничего себе. Вот 5000 рублей просто поднял. Но по опыту все, что мне приходит легко, все, что я нахожу, оно точно так же и уходит. То есть очень легко и, самое главное, неожиданно для меня. Поэтому я принял для себя, что все, что ко мне пришло легко, я должен так же, желательно, поскорее отдать легко. И поэтому я нашему администратору купил тут же билеты на Земфиру, и мы пошли все вместе. Слушай, ну я тебе так скажу. Зная, сколько денег было потрачено на Олимпиаду, из этих купюр сделаны стены стадиона Фишт. Потом, может быть, что-то отвалилось, да плохо приклеили. Просто плохо приклеили. А у остальных есть какие-то подобные истории? Ну, вы знаете, вот совесть потерянную мне как-то возвращали. Не прижилась обратно. Нашли и вернули. Нашли и вернули. Зачем? Зачем-то? Человек с кадилом и с бородой это делал, да, наверное? Да, периодически. Я не помню, по-моему, ничего такого я не возвращал. Если бы оно мне попало, я бы обязательно вернул, хотя бы, если были какие-то координаты. Ну, я бы хотел, по крайней мере, чтобы, если я потеряю кошелек или паспорт, то чтобы мне его вернули, конечно. Ну, это всегда приятно. Кстати, твоя душа может быть спокойная. У нас сегодня был большой опрос в нашей группе. И большинство наших слушателей и зрителей, они действительно возвращают и ищут людей, вот, настоящих хозяев тех или иных вещей. Это очень здорово. Ну, ты сильно не успокаивайся, потому что есть такие истории, например, у меня было, что я находила чужую карточку, звонила в банк, мне говорили, да-да-да-да, паспортные данные продиктуйте. А потом говорят, хлоп, мы вас знаем теперь. Если что-то случится с карточкой, то на вашей совести. А они такие, хлоп, поздравляем, вы только что оформили ипотеку. Да, вполне может быть. Ну, нам сейчас нужно будет прерваться, время от времени мы будем уходить на песни, но буквально через три минуты мы вернемся и продолжим общение Джукбокс Трио. Друзья, задавайте свои вопросы у нас в группе ВКонтакте, там будет сейчас создан специальный пост. Ночью три часа, а ты в пути, и не важно совсем, куда идти, до вокзала, короткий путь, вам куда билет, да куда-нибудь. Вещи собрала, пока он спит, может и не спит, но молчит, он уже устал тебя возвращать. В пятый раз, наверное, слишком что сказать. И все в порядке, и нравится друзьям, и мама без ума, да и нормальный сам. Солидую подруге повезло, а тебя гонит куда-то как назло. И туда, где не ждут и не зовут, пустые перроны, а ноги несут. Но все же как-то легко и невесомо, может просто привычка сбегать из дома. Может, скажут близкие, неправо, но приятно кружится голова. И не важно, тепло и уют, и кто-то новый спросит, как зовут. Может, на кого-то сильно ты обиделась, или слишком мало в этой жизни виделась. Иногда остановиться хочешь, но тебя гонит куда-то все равно. И туда, где не ждут и не зовут, пустые перроны, а ноги несут. Но все же как-то легко и невесомо, может просто привычка сбегать из дома. Йо-йо, смотри, смотри, да не туда, вот туда. По залетой светом улице идет весна, да не одна. Сразу три, три месяца весны. Одна блондинка, брюнетка, другая рыжая. Смотри, по паркам продвинем, олеем, бульваром. Тусует свою молодежь, все больше по парам. Дело мой город включает, повари, а ты беги, беги. И туда, где не ждут и не зовут, пустые перроны, а ноги несут. Но все же как-то легко и невесомо, может просто привычка сбегать из дома. Субтитры создавал DimaTorzok Сбегать из дома. Авторы самого оригинального вопроса, по мнению группы Jukebox Trio, получат два билета на концерт. Да, и ребята тут за кадром скажут. Стаса Михайлова. Вот такая ирония. И Хеликой Метова. И Хеликой Метова. И печеньки. И печеньку еще. Печеньку? Печеньку, да. Давай, пиши в группе все. Ребят, у вас в биографии есть такое выступление, где аудитория, перед которой вы пели, насчитывала в районе 400 тысяч человек. Да, это было в Москве. И мало того, на разогреве у группы Aerosmith. Мало того, у нас даже пересекались провода. Да, и периодически нам выключали педали. Это было очень смешно. И вы как на ложках играли? Для нас это был жуткий стресс, потому что нам в процессе исполняемой песни казалось, что все. Все пропало просто. Звук пропал, нас нету, не слышно. Но потом посмотрели трансляцию. Оказывается, действительно не было. Оказывается, это вообще хромакей был. Просто в момент выступления, когда ты точно знаешь, что после тебя должны выходить Aerosmith, и перед тобой около 400 тысяч народу. Это огромная ответственность, как минимум. Да, ты немножечко находишься в другом измерении. У тебя другое время исчисления. То есть секунды тебе кажутся просто часами. И в момент, когда все отрубилось, это было полсекунды на самом деле. Когда тебе еще кричат из зала, бабу Тайлера давай. Слушай, я все время вспоминаю, когда речь идет о разогреве, когда приезжал Джимми Раквай, выступал в Крокусе, перед ним выступала Ёлка. И, значит, Джимми Раквай задержался примерно на полтора часа, и выходит Ёлка такая, ребят, извините, ребят, ну там Джей Кей задержится. Я буквально три песенки спою, я сама очень жду его выступления, но вы меня примете. И все там, Джей Кей, Джей Кей. Она, да-да, я понимаю. Это дико неблагодарная вещь, на самом деле. Единственный раз, когда мы получили удовольствие от разогрева... Это когда мы были хедлайнерами. У себя же. На разогреве G-Box 3, у тебя не выступит G-Box 3, он получил логичный концерт. Это было в Мюнхене, и была какая-то группа, убей, не помню, как называется. Она так и называется. Мне дико понравилось музло перед Red Hot Chili Papers. Вот это было прямо здорово. И мы кайфанули первые... А вы Стива Тайлера-то видели? Конечно. Видели. Поручка ли с ним? Нет, его охранник сказал, ну-ка, давайте, в 20 метров в сторону. У них все сделано для того, чтобы доступа к телу практически не было. Значит, и с Эрлтон Джон тоже не стал... Слава богу. Слава богу. Нас согнали прямо на газон, на мокрый. Представляете? То есть... Представляем. То есть вот это вот вы все видели уже с мокрого газона. По которому ты ходил. Я сгоню на газон. Слушайте, а я думала, там такое общение происходит за кулисами, обмен опытом, все такое. Так только бывает в фильмах. В фильмах. В фильмах логей еще бывает так. Они все собираются на корабле и яхтаются. Стив Тайлер. В этом варианте нет. Либо топиться, либо общаться. Стив Тайлер, Винокур. Винокур жмет руку Элтону Джона. Ну, это стандартная история. В круизе по волне. Винокур, да. Все там. Так, я хотел сказать, что у нас сегодня особенный день, да, и мы с этого начали. Что 14 февраля. Как вы будете отмечать? Еще только утро, мы еще не поняли. Ну, еще не отмечаете? Давайте начнем с того, что признаемся в любви нашего пиар-директора, например. Давайте. Скажи мне огромное спасибо за то, что мы здесь сегодня и вам. Да, вместо того, чтобы лишний час поспать, Настенька, мы тебя любим. Любим. Вместо того, чтобы лишний час поспать, мы тебя любим. Настенька такая напряглазивает, ну, окей. Как я это объясню мужу, да. Стиль ваш, да. Мы хотим поговорить о нем обязательно, но сделаем это после небольшой паузы, потому что сейчас нам нужно прерваться на песню. Друзья, напоминаем, что vk.com. Слэш страна.фм. Пост. Пишите в комментариях свои вопросы. Автор лучшего вопроса получит два билета на концерт, ребят. Ну, сейчас мы прерываемся и скоро возвращаемся к вам снова. Перегонки с проводами, поезд летит к моей маме, А я по своим скучаю, я не понимаю, зачем. Шар апельсин тревожит, он больше гореть не может. И я поджигаю тамбур, танцую сам, всем светло. Она читает метро на Булково, я сижу около веревочки, связанной маме, доказано самое главное. Она читает метро на Пулково, я здесь около верёвочки, связанной маме, доказано самое главное. Вне сумасшедшей гонки, в сердце самой воронки, я прячу себя углами, я еду к маме на твой. После моих историй перевернулось море, но кто-то придумал сушу и стало лучше само собой. Она читает метро на Пулково, я здесь около верёвочки, связанной маме, доказано самое главное. Она читает метро на Пулково, я здесь около верёвочки, связанной маме, доказано самое главное. Она читает метро на буково, ясик, локала, веревочки связаны с нами, доказаны, самое главное, е-е-е. Субтитры делал DimaTorzok Ничего не меняется, это нас радует, это Страна ФМ, друзья, у нас в гостях Джукбокс Трио, ребят, привет. Доброе утро. Доброе утро. И мы остановились на таком интересном месте, хотели про стиль творчества поговорить. Да, он... А мы-то подумали о стиле одежды. А, ну, по стиле одежды, да? Лучше про творчество, это интересно. Вот я зашел в Википедию, вбил Джукбокс Трио, там написано Акапелла Битбокс. Во-первых, никто не знает, кто пишет статьи в Википедии. Я тоже не знаю. Мы тоже не в курсе. Я думал, ты. Но все на них консультируются, понимаете? Мне кажется, эти люди в розыске. В розыске, хорошо. Роковые вещи. От соло до роковых вещей. В общем, делаем максимально возможное, чтобы запутать аудиторию. Понятно. Чтобы на афише непонятно, что писали. Чтобы никто не понял. Слушайте, ну а как вообще эта форма родилась-то? То есть вот вы собрались, стали репетировать, и думают, что-то нет. Вот это уже было, это уже было, давайте вот так. Примерно так, да. Вот это не нравится, давай попробуем по-другому. А как по-другому? А не знаю. Ну давай попробуем. Ну давай, ну вот ты вот сделаешь там. А я сверху что-то спою. Да, и в результате, да, приходит Илюха. Ты давай спыть, спыть, спыть. КГБ, КГБ, КГБ. Вот так вот и сочинили альбом Ирины Аллегровой. Собственно, да. Ребят, мы тут волну комментариев запустили в нашей группе ВКонтакте. На кону два билета на ваш концерт в Питере, да, который состоится 16 февраля. О нем мы поговорим чуть попозже. Олеся Буняева пишет. Голос Гарри шикарен. Еду в машине и кайфую. И следом сразу вопрос. А Гарри женат? Эм, пока нет. Пока нет. Гарри пока женат. Пока нет. Сейчас Олеся такая остановилась на аварийке просто и взяла сигаретку. Камила Трегулова. Доброе утро. С кем бы вы хотели спеть дуэтом? Уже все, на самом деле, вопрос с дуэтами. Он исчерпан, потому что мы со всеми, с кем хотели когда-то спеть, мы уже спели. И сейчас больше ориентированы на творчество. Но если к нам придет какой-нибудь черный парень, там, скажет, я Фарел. Например. Меня зовут Фарел Уильям. Здравствуйте. А если нам бы хотелось с вами что-нибудь сделать? А если... Зато общество, интересно, больше даже не то, с точки зрения, с кем дуэтом бы хотел спеть, а с кем бы посотрудничать. Как в студийной работе, например. А Григорий Васин, если придет, черный парень, вы говорите, вполне подходит под ваше определение. И скажет, я Фарел. Он все время так говорит. Я лосось. Он все время говорит на закрытых вечеринках, так, чтобы его пропускали. Маша Баканова пишет. А что с фильмом о Джукбокс Трио? Я все жду, как хатико. А я в этот момент хочу поздравить Машу Баканову просто с днем рождения. Нет, с рождения ребенка Машу надо поздравить. Мы знаем Машу. Да, мы Машу очень хорошо знаем. Любим тебя, дорогая. Шлем тебе флюиды любви. Смотри, какая мы ушли от ответа, да? Да, мы просто лихо ушли от ответа. На самом деле, фильм когда-то будет сделан. Он сейчас на этапе постпродакшена, да, немножко у нас затормозился момент с монтажом. Ну, это документалка будет какая-то. Да, это документалка. То есть жизнь замечательных людей от начала до конца. Да, ну и как в любой документалке. Ну, нет, пока конца там нет. От начала и до заката. Вот так вот. В конце мы уходим в закат. А есть такой в этом фильме отраженный момент покорения столицей? Ну, это было сильно лет 10 или 12 назад, когда мы покорялись столицей. Лапша быстрого приготовления. Жили все вместе в одной квартире? Жили все вместе. Я, ну, это, в общем, москвич. А, ну, видим. Но я позже присоединялся. И сейчас еще больше вопросов. Он точно не женат? Да, да, да. Как мы поняли, у москвичей самые сексуальные голоса, друзья. И жилплощадь. И жилплощадь. И москвич? Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, и у вас. Нет, на самом деле сначала мы даже жили втроем. Это было клево. Это было такое... Кто невыносим в быту? А? Вот того мы заменили на Гаррика. На москвича. На москвича, который... Мало того, что у москвичей сексуальные голоса, они еще выносимы в быту. Друзья, на этой оптимистической ноте мы прервемся. После этого возвращаемся и продолжаем беседу с Жукбокс Трио. Не переключайтесь. Ну, кто тебе сказал, что я уловила твой сигнал? Не знаю. Ну, кто тебе сказал, ты ведь сам это выдумал? Не-е-е. Кого ты тут искал? Тебя. Ты да и был? В смысле? Ну, кто тебе сказал, ты просто обознался? Ты вроде был по нраву, мне и я дала. Но терпеть тебя я не смогла. Я умею нервы сжечь дотла. Спорим? Придержи все свои бла-бла-бла. Ну, кто тебе сказал, кто тебе сказал, кто тебе сказал, кто тебе сказал, ну, 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 кто тебе сказал. Телефон звонит Твоя имена дисплея Ты уже в пути Но я опять чуть не успею Меня не найти Но ты за мной тенью Я в тебя сказал Ты вроде был по нраву Мне и я дала Но терпеть тебя Я не смогла Я умею нервы Жечь дотла Придержи все свои Бла-бла-бла Ну ты тебе сказал 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 Я искал тебя так долго Ты одна мне нужна Без тебя так одиноко Эй малая, иди сюда Твои подруги ни при чем здесь Все твои подруги ни о чем Вы не оставите вдвоем нас Не подумай, что я влюблен Что я без ума Кто тебе сказал, ты подумай сама Я читаю твой взгляд, не лечи меня, мах Виновата игрок, виновата игра Я с тобой до утра И ты мне место завтрака готовишь скандал Я не создан для тебя Ну ты тебе сказал 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 Слушай, смотри Страна ФМ Со скоростью света проносится наш эфир А так много еще хочется спросить Я знаю, что вы очень тесно дружите Общаетесь с ребятами из Камеди Клаба Да Вот буквально на днях Кто самый смешной комик, на ваш взгляд? Стас Старовойтов Стас Старовойтов Он очень смешной, правда Ребят, вы сказали, что у вас Черное чувство юмора Как вы друг друга на гастролях разыгрываете? По черному По черному По черному, спасибо Мы один раз Гарику сказали Что нужно приехать в Шереметьево А вылетали из Внуково И потом ржали дружно Пара-пара-пау Дружно ржали вдвоем В другом городе Джукбокс дуо выступал В тот день на концерте Не задумывались ли вы поехать на Евровидение? Камила Трегулова пишет Позовут, поедем Мы так задумываемся Поехать, не поехать Потом, а, не надо Вот так происходит каждый год Вот И Анна Мерст Эрнст же звонит же Ребята, давайте Ну созрели Созрели И судя по тому Кто побеждает Мы, мне кажется, правильно делаем Ребят, созрели? Ну мы-то да Но просто Гарик сейчас во Внуково опять Непонятно Не в этот раз Ну что, давайте играем Да, давайте немножко поиграем с вами Так Ну вы, ребята, вообще просто Боги музыкальных импровизаций Мы напряглись Спасибо Ваше участие в программе Подмосковные вечера Где вы там постоянно Прямо быстро ориентируетесь Жонглируем просто Да, жонглируйте ситуациями Итак, давайте мы сейчас будем придумывать с вами саундтреки Так К разным жизненным ситуациям Надо по очереди или все вместе сразу? Как угодно Как угодно вам Давайте лучше вместе Мне кажется Кто успеет сообразить Да, а другие подхватывают Итак Под какую музыку нужно делать предложение, чтобы девушка согласилась? Ну это же, чтобы согласилась У меня странное представление Смелее То есть это должно быть что-то известно Или что-то вообще Как угодно Вообще Импровизация Переходи на сторону зла А чтобы отказалась? Чтобы отказалась просто Звук светового меча и отрубленная башка Так Нет, а чтобы отказался Да, да Давайте порепетируем Будь моей женой Нет Спасибо Да, надо вас Кстати, это можно услугу такую продавать Под какую музыку лучше всего гнать на Жигулях 87 года по городу? А я сяду в ковре лет А вот потом ситуация, смотри А под какую просить не лишать сотрудника ДПС вас прав За превышение скорости, пока вы гнали на своей машине Пожалуйста, мне семью кормить Очень актуальная тема Это прям додавил Слезу выживаю Я прямо вижу такая толстая щека сотрудника ДПС По ней катится слезать, застревать Ну не потому что ему жалко, а потому что у него простуда Конъюнктивит у него простуда Под какую музыку уходить в пятницу вечером с работы? Ха! А вот встречный вопрос А под какую приходить в пятницу ночью домой? Какую приходить в пятницу ночью домой? Да, да, ну то есть Под утро Это зависит от того, женат человек или нет Женат Давайте вот так вот, женат человек Женат человек Но в пятницу ночью, да? Он приходит домой Да, он приходит такой немножечко как бы не свежей Не, это знаешь, под челюсть Ну и давайте напоследок Под какую музыку смотреть очередной матч сборной России по футболу? Ты знаешь, я бы тоже предложил из чужой среди своих Она тоже очень подходит Ну давайте напоследочек прямо А как она звучит? Ну это, нет, ну вот это то, что я спел Сейчас, подожди секундочку Это что-то должно быть такое Водушевляющее, но очень грустное Такое настроение безысходности Давай, лови, лови, лови Накидывай Так, накидывайте, ждем Сегодня никуда От спорта не уйдешь От спорта не избавиться Ну, нормально Друзья, Джукбокс 3 у нас в гостях на телерадиоканале Страна FM Всем еще раз привет, ребята Доброе утро Здрасте Да, здрасте Здрасте Здрасте, я Гарри Ну и вот знаете, хотелось бы так дать некоторую подробность Мы сейчас разыгрываем за лучший, самый оригинальный вопрос Билеты на концерт в городе Санкт-Петербурге Что там вообще ожидается? Что там творить будете? А вот, кстати, если вернуться к разогреву самих себя То там будет как раз именно он Да, именно так и будет Мы будем выступать на разогреве у самих себя Потому что сначала мы споем Что мы сначала споем? Мы пока еще не решили То есть у нас программа 2 в 1 Мы решили полностью разделить наше творчество на кавер песни То, за что нас, скажем так, любят больше Ну то, в связи с чем нас узнали просто сначала Начиналась группа с этого Да, но потом мы начали писать свое И это свое, оно уже, его тоже много И не петь его было бы, ну, как-то странно и глупо Но мешать это тоже непонятно Потому что в результате мы не получаем ни, скажем так, ни тех дивидендов, ни этих И мы решили попробовать разделить эти две программы на, грубо говоря, чужое и свое Чтобы был антракт, когда коньячка выпьют, а потом уже больше, да? То есть пока мы делим это в рамках одного концерта Потом, возможно, это будут просто вообще разные Просто разные концерты, да Что джукбокс типа с кавер программой чужое и джукбокс трио свое Свою А, Сигурнивый вербует, когда будет чужое? Да, да, да Подпевать Дай бог здоровья, да В 2016 году вы выпустили альбом Иволга Оу, да Как он продается, как его публика приняла? Прекрасно Он, на самом деле, экспериментальный в том плане, что он полностью записан без использования техники акапеллы и битбокса То есть там звучат инструменты Нет, там битбокс-то есть Ну, там есть, но в основном это все-таки записано при помощи инструментов В общем, там есть битбокс, там есть наши голоса Но при этом мы не постеснялись и туда врубили всю электронику, которая нам понравилась Ну, в общем, вы заинтриговали своим концертом Я думаю, что мою точку зрения поддержат абсолютно все наши слушатели и зрители Сейчас нам, к сожалению, снова нужно немножко прерваться Но мы обещаем вернемся вновь и будем подводить итоги Кто же получит два билета на ваш концерт за вопрос, который можно написать vk.com.frm в нашей группе ВКонтакте Так что давайте скоро вернемся Ты говоришь, что не бывает чудес А я верю в чудо, верю в чудеса Мы с тобой бежим по кромке небес Выше только звезды, солнце и луна Твои мечты летят на запад, мои на восток Пока звучит эта песня, все будет ок Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка Музыка Ты говоришь, что все пройдет без следа Но я знаю точно, только не любовь Проливными лет, со временем вода Собирает камни в стены вновь и вновь Айда со мной, куда глаза глядят, мечты в рюкзаках Пока звучат эти песни, все в наших руках Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка Музыка Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка Музыка Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка Ла-ла-ла-ла-ла-ла Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка Музыка В ней судьбы людей Миллионы приоткрытых дверей Смотри, прислушайся, слышишь Она у тебя внутри Музыка Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка Музыка Смех ребенка, шум, дождя, биение, сердце, музыка 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 И разговоры на телерадиоканале Страна.ФМ Валерия Майорова, Кирилл Исаков и коллектив Джукбокс Трио Привет, ребята Я вам вне эфира говорю Эх, ребята, вы же забыли про iTunes-то сказать Забыли ведь? И правда забыли Говорим Хороший сервис Отличный сервис, да Там есть все наши альбомы, качайте Если есть Apple Music, то можно сделать это бесплатно Есть еще Google Play для Андрея Для Андрюш Для Андрюш Привет, Андрей Установи себе Google Play Классный слоган Давай продадим Давай, давай продадим Только что в всей стране мы это сделали И самое главное бесплатно Давайте еще несколько вопросиков вам зададим От наших слушателей От слушателей, да Благодаря чему Джукбокс Трио может подарить свое выступление Незнакомым людям совершенно безвозмездно По многим причинам Благотворительность, например Выступаете? Да Вот вы красавцы Сразу я увидел у вас вот эту искру Роман Корсков написал Насколько далеко в будущее вы видите свое творчество? На завтрашний день Нет, на сегодняшний день То есть так сильно лет на 21 не загадываете? Нет, нет, нет Есть Ближайшие планы, конечно же, у нас есть Мы хотим Мы продолжаем писать Мы хотим позавтракать Ну я если хочу, у вас Вот такие долгоиграющие планы у ребят Высокие мысли о творчестве Вы фоткаетесь с победителем на концерте? Конечно Обязательно Отлично Ставим лайк За какие поступки вам стыдно Алиса Николаева? Мы не расскажем Ну конечно, я тоже так подумала Нам же стыдно Так, что? Ну я думаю, что настает тот момент, когда ребятам нужно сейчас будет выбрать того, кто же на их взгляд написал самый оригинальный вопрос Потому что напоминаем, что... Вы вы кто? Я бы этому человеку подарил, кстати Да, давайте вы к этому человеку, который вы кто Который вы кто? Который вы кто? Давайте ему подарим Прекрасно Нет, он придет на концерт и узнает, кто мы То есть мне кажется... А вам нравится отмечатель 14 февраля А потом еще и сфоткаете с ним А потом еще и объясните, может быть, в приватной беседе, кто мы Подожди, подожди Он придет к нам, и мы... Как мы его узнаем? Кто он? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Просто пусть я руку поднимет Его зовут Алихейка Алихейка Это может быть она Это Алексейка, но вряд ли А, Алексейка Тогда выбрали ребята победителя Поздравляем Поздравляем человека с мигом Алексейка Алексейка Мы вам, ну, вне эфира мы вам расскажем На концерт приходи скорейка Да, Алексейка Мне кажется, надо все-таки как-то не только ему Так, ребят, ладно, времени у нас Быстренько, еще кому-то будете давать? Давайте быстренько Давайте, 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 давайте Буквально пять секундочек Ну, давайте Какие? Ну-оу Просто мастера тянутся в эфирное время Нет Ребят, ребята просто Ребята, все Все, то есть — Алексейка, Алексейка Итак, друзья, у нас в гостях была группа Kidbox Trio Спасибо, что пришли ребята Спасибо Спасибо, что эти четыре часа были с нами, дорогие слушатели и зрители. Мы с вами прощаемся и говорим до завтра. Пока-пока. Спешите любить. Пока.